Давайте обсудим. К нашему эфиру присоединяется политолог Игорь Рейтерович. Игорь, здравствуйте. Рады видеть и слышать вас в нашем эфире. Здравствуйте. Добрый день. Да, ну и стоит, наверное, добавить крайне озвученной информации о подорванном доверии. Еще и заявление министра экономического сотрудничества и развития Германии Свенье Шульца о том, что саммит Россия-Африка является пиар-шоу российского диктатора Путина. Шульца вчера добавила также, что Россия только на словах является антиколониальной страной. На деле же ее действия в Африке направлены на зависимость и эксплуатацию. Игорь, скажите, понимают ли в Африке то, о чем говорит госпожа Шульца? И найдутся ли те, кто купится на якобы бесплатную подачку Путина в виде, в том числе, краденого украинского зерна? Безусловно, в Африке прекрасно понимают, что говорит Путин, как он врет и что он на самом деле делает. И подтверждением этого как раз и является отсутствие визита большинства лидеров стран африканского континента, которые ранее приезжали в Россию, но в этом году решили этого не делать. По целой совокупности причин, но первое и наиглавнейшее, это безусловно срыв зерновой сделки. И важный еще очень момент, это то, что совершает представители России, например, та же частная военная компания «Вагнер». В некоторых африканских странах они занимаются мародерством, убийствами, грабежом, сведением каких-то политических и других счетов. И многие страны, у которых более-менее стабильные политические режимы, они это прекрасно видят и прекрасно понимают, что в определенной мере именно частная военная компания «Вагнер» является механизмами расширения влияния Российской Федерации на африканском континенте. Из-за этого они не приезжают на этот саммит. Те, кто прилетел, там их условно можно назвать и такие три группы поделить. Это реальные союзники России, это буквально 3-4 страны, которые по сути не играют какой-либо значимой роли на африканском континенте с огромными внутренними проблемами, там типа той Эритреи, которым хватает подачки, ну по-другому это просто очень сложно назвать, 5 миллионов долларов, которые делает Российская Федерация. Они считают, что это нормальная плата за их нормальные взаимоотношения и, например, голосование этой страны в Организации Объединенных Наций по каким-то проектам на стороне Российской Федерации. Часть стран, это страны, которые занимают откровенно такую нейтральную позицию, они просто приехали, посмотрели, посмотреть и вообще послушать, что на этом саммите будут говорить. И остальные страны, это те страны, которые просто присматриваются, то есть они отправили каких-то своих представителей для того, чтобы ознакомиться с ситуацией и вообще понять, что происходит и с какими позициями выходит Российская Федерация. Поэтому это, безусловно, очень такая пиарная история, причем дорогая пиарная история, на которую Россия существенно потратилась и взамен она ничего не получилась. Вот этот рассказ о 50 тысячах тонн зерна, ну он выглядит вообще жалко, потому что это где-то приблизительно один большой сухогруз, который Украина ранее отправляла не то что десятками, а сотнями. И большинство из них, кстати, шли именно на африканский континент через организацию объединенных наций и помогали там бороться с голодом. Но мне кажется, самый главный момент еще, почему так мало африканских лидеров приехали в Россию, это момент, кстати, чисто даже не политический, а экономический. Потому что если вы едете в страну, которая находится под санкциями, то эта страна, наверное, вам должна что-то такое пообещать, ради чего вы готовы отказаться от сотрудничества с другими цивилизованными странами, которые есть в мире. А что мы видим? Мы видим, что товарооборот между Россией и Африкой в целом составляет менее 18 миллиардов долларов, что гораздо меньше, кстати, чем даже в предыдущий год. Это очень показательный момент. При этом товарооборот, допустим, с Европейским Союзом, который гораздо меньше по территории, чем Российская Федерация, он приблизительно к полутриллиону долларов приближается. И понятно, что рисковать таким товарооборотом с развитыми странами, которые платят в твердой, кстати, валютой, которые действуют в рамках закона и еще при этом помогают в гуманитарном плане многим африканским странам или сотрудничать со страной-изгоем. Ну тут выбор как бы... И его сделали самые развитые страны африканского континента, которые просто своих представителей на этот саммит не прислали. Ну и интересная тенденция. Ведь в 2019 году было 43 представителя, в этом году уже 17 лидеров. Как считаете, что ожидает следующий саммит Россия-Африка? Следующего саммитом, скорее всего, просто не будет. Или Путин поедет в Эритрею, как единственную страну, которая готова будет его еще поддерживать, и какой-то саммит будет организовывать там. Тут же, смотрите, мы забыли еще про один очень важный момент. Кроме Европейского Союза, Франции, там отдельно, да, например, или Соединенных Штатов, Британии, есть же еще позиция Китая, который смотрит на Африку как на свою бочину, и который там наводит свои порядки и активно развивает сотрудничество с африканскими странами. И вот эта вот активизация России по этому направлению Китаю, мягко говоря, не сильно понравилась. Поэтому я думаю, что они тоже там большой привет передали, и многие африканские страны сделали однозначный выбор. Поэтому Путин может забыть уже о следующих каких-то прорывах по этому направлению. Они попытались, они вложили в это много очень денег, эти деньги ушли, по сути, впустую. Они сорвали пока что по состоянию на сегодня зерновую сделку, но я, знаете, почему-то думаю, что пройдет какой-то период, и они опять-таки про нее заговорят, и вернутся за стол переговоров, поскольку понимают, что сами они ничего сделать не смогут. Обеспечить тем продовольствием, которым раньше обеспечивала Украина, у них для этого нету просто логистических возможностей. Ну и так или иначе им придется договариваться. Но только договариваться на гораздо, может быть, даже худших условиях, чем это было до того времени, как они вышли с этого соглашения. Вот интересно еще о судьбе зерновой сделки поговорить. Буквально накануне было сообщение от Reuters, что Европейская комиссия не имеет сейчас финансирования для покрытия дополнительных транспортных расходов для транзита агропродукции из Украины, после того, как Россия вышла из Черноморского зернового соглашения, начала обстреливать порты. И в то же время мы знаем, что в среду состоялась официальная встреча по новому кругу назначенного этого главы МИД Китая Ван Ии и президента Турции Эрдогана. И судя по официальным отчетам, говорили они в том числе о ситуации в Украине. Игорь, скажите, вот неужели сейчас действительно Турция и Китай, а Китай, мы знаем, пострадал в результате последних обстрелов, попали и в зерно, и по консульству в Одессе. Не найдется у Эрдогана и у Си Цзиньпиня каких-то мощных рычагов давления на Россию. И как вы думаете, Эрдоган не сможет ли направить свой флот на защиту судов в Черном море? Ну, я вот единственное скажу, что по поводу отсутствия средств для обеспечения транзита зерна, это пока что. Деньги найдут. Если ситуация будет развиваться так, что не получится вывозить морем, но это крайний случай. Европейский Союз, я уверен, найдет достаточные средства для того, чтобы организовать этот вывоз по суше через страны Европейского Союза. Потом я уже буду там доставлять в порты, которые есть на территории ЕС. Ну и дальше они будут развозиться по всему миру. Что касается вот этой встречи представителей Китая и Турции, это действительно очень показательный момент. Почему? Потому что Китай, как это ни парадоксально, оказался страной, которая также в наибольшей степени пострадала от прекращения этой зерновой сделки. Китай достаточно неплохо на этом, ну, экономически зарабатывал. И, в принципе, часть этого зерна посылал в ту же, скажем, Африку. И поэтому они явно крайне недовольны этой всей историей, что Россия решила в одностороннем порядке эту сделку прекратить и таким образом шантажировать весь мир. Что касается позиции Турции, может она или не может это сделать? Конечно, она может это сделать. И у них для этого есть все ресурсы. Я скажу более, это может сделать даже не только Турция, это может сделать, например, Румыния или Болгария. Все страны, которые имеют, в принципе, какой-то свой военный флот, а он у них неплохой в Черном море, в принципе, он может зайти. Если они начнут сопровождать просто эти суда, вот как мы видели сегодня историю, как россияне, по сути, пиратством занимаются и предупреждают там проходящее судно, что если оно будет двигаться в сторону портов Украины, его будут считать чуть ли не военной какой-то там целью. Они будут отправлять свои корабли для сопровождения этих сухогрузов. Россия, ну давайте откровенно, она не сделает ничего. Она не будет атаковать корабли НАТО, тем более, если еще на эти корабли, а это очень возможный вариант, повесят опознавательные знаки, например, от Организации Объединенных Наций. Скажут, что это абсолютно гуманитарная миссия, которой, по факту, кстати, она и является такой. И, соответственно, эти силы просто являются международными, которые действуют под мандатом ООН и, в принципе, выполняют возложенные на них там обязательства по сопровождению этих судов. Почему Турция пока не выступает с такой инициативой? Тут очень, знаете, циничный момент, и мы должны к нему относиться, ну, наверное, с пониманием, потому что каждая страна наша, конечно, преследует свои национальные интересы. Турки все-таки надеются, что они в ближайшие две недели, речь именно о двух неделях идет, они смогут вернуть, не просто вернуть, точнее, Россию за стол переговоров, смогут договориться про возобновление этой зерновой сделки, но с участием Российской Федерации. Эрдогану это выгодно, потому что он как бы подыграет здесь частично Российской Федерации и получит за это, конечно, какие-то экономические дивиденды и преференции, что Турция и получает с прошлого года, когда началось широкомасштабное вторжение в Украину. Потому что, с одной стороны, Турция полностью на стороне Украины с точки зрения территориальной целостности, суверенхета и так далее, с другой стороны, они продолжают торговать с Россией, и Россия очень сильно в этом плане от Турции зависима, а Турция на этом неплохо зарабатывает. Поэтому они хотят, конечно, попытаться вернуть Путина за стол переговоров, но если они увидят, что там абсолютно железобетонная тупая позиция, ну, по-другому не скажешь, что мы не будем этого делать, ну, возможно, тогда позиция Турции изменится, и они выделят свои корабли для сопровождения сухогрузов. А вот как раз встреча с китайскими представителями, с китайским министром, это очень показательный момент, потому что они явно говорили там про зерновую сделку, явно обсуждали вариант, при котором Турция может как бы без России гарантировать безопасность прохождения судов, ну, а Китай, видимо, там отстаивал каким-то образом свои экономические интересы, ну, понимая, что их нужно в той или иной способ защищать, если не получится надавить на Россию, ну, и заставить ее все-таки вернуться в это соглашение, ну, тогда надо будет использовать другие механизмы. Эти механизмы есть, Россия про них прекрасно знает, но пока она считает, что она может поднимать ставки и довести ситуацию все-таки до того, чтобы получить, ну, максимально выгодный для себя результат. Игорь, и если еще вернуться к теме Африки, пока Путин себя успокаивает и принимает очередную такую пощечину уже от лидеров стран Африки, наш глава МИД Украины Дмитрий Кулеба находится сейчас в турне по Африке. Накануне мы услышали, что Либерия поддержала украинскую формулу мира, представленную Владимиром Зеленским. А параллельно с этим мы увидели и заявления других представителей стран Африки о том, что Украина и Россия должны мирно сейчас сосуществовать. И слышали заявление Сирела Ромофоса, который собирался говорить не об украинской формуле мира с Путиным, а о мирном их плане, к которому они уже приезжали в Киев. Ну и вчера также слышали заявление, глава МИД Уганды анонсировал новую поездку в Киев, но не сказал, что она состоится прямо вот сейчас после этой поездки в Петербург. Ваши мысли по этому поводу, по поводу всех этих событий. Почему в Либерии вот такая позиция, у других другая позиция? Смотрите, Либерия это страна, которая одно время имела самый большой торговый флот. То есть огромное количество судов ходили под флагами Либерии. Понятно, что они заинтересованы в мире и в поддержке мирного плана Украины, потому что он гарантирует возобновление транзита вообще зерна и вывоза зерна. И они на этом, извините, будут просто зарабатывать, присылая свои корабли, которые под их флагами очень часто с украинскими, раньше российскими матросами, белорусскими, ходили по всему миру. Но я думаю, что на самом-то деле большинство африканских стран прекрасно понимают, кто является виновником этой войны. Они понимают, что это Российская Федерация. Они не верят вот этим заявлениям Путина про какой-то антиимпериализм. Это вообще цинично и смешно звучит от страны, которая де-факто является последней империей и пытается жить именно по вот этим имперским стандартам. Причем, что показательно, еще где-то, знаете, конца 19-го или середины 19-го века, даже не 20-го века. То есть это страна с огромным уровнем ксенофобии, расизма и всяческих других измов в негативном контексте. И, кстати, было бы очень хорошо, чтобы все гости, вот эти немногочисленные, которые приехали в Россию на этот сами, они почитали просто в разных социальных сетях комментарии под своими фотографиями, которые писали простые рядовые россияне. И у них бы тогда сразу все стало бы на место в голове, и они бы прекрасно поняли, кто на самом деле белый империалист, и кто на самом деле империя, да, и кого они хотят превратить в колонии. Поэтому в этом контексте очень хорошо, что Кулеба продолжает это турне. И предыдущие, кстати, были очень удачны. И это было видно вот по результатам голосования в Организации Объединенных Наций. Путин, кстати, после проведения этого саммита, я уверен, не получит ни одного дополнительного голоса именно за Россию в тех резолюциях, которые будут голосоваться в ООН. Максимум, на что он может рассчитывать, что те страны, которые там приехали, они и в дальнейшем будут придерживаться нейтральной позиции, просто будут воздерживаться во время этого голосования. А мирный план Украины, он четкий, он конкретный. В нем, с отдельным пунктом, как раз прописана история про глобальную безопасность, в том числе и продовольственную. И понятно, что страны африканского континента не могут на это не реагировать. Ну и по сравнению с какими-то общими заявлениями Путина, этот план очень конкретен, ну а Путин рассказывает какие-то сказки, которые не подтверждены никакими просто фактами. Игорь, спасибо вам большое за ваши ответы. Пусть с этим саммитом будет то, что вы говорили, то есть уничтожение полностью этого саммита, и следующего пускай не состоится. Игорь Рейтерович, политолог, был с нами в эфире Freedom. Продолжение следует...